Всем привет, друзья! Вы на канале Художка. Мы вас учим рисовать исключительно за лайки, подписку, колокольчик и огромное количество комментариев. Погнали! У нас сегодня натюрморт. Этот натюрморт мы будем писать гуашью. Ну, чтобы вы точно понимали, это живопись для первого класса, то есть для начинающих. И, по сути, это второй натюрморт по программе первого класса. Так что вам будет легко, просто, но если вы не посмотрели первый натюрморт, который есть на нашем канале, то вот на него ссылочка. В прошлый раз, в том самом натюрморте, о котором я сказал, мы много говорили о том, как правильно закомпоновать, как правильно построить натюрморт. И, конечно же, мы говорили о том, как надо начинать писать гуашью. Поэтому сегодня мы не будем много говорить о построении композиции, а скажем совсем чуть-чуть. А основное внимание уделим конкретно живописи, то есть посмотрим на эту гуашь и посмотрим, как правильно ей работать. Погнали! Чтобы вы правильно поняли, вы, естественно, хотите написать натюрморт быстро. Вы хотите узнать, как это делается тоже быстро, и чтобы получилось хорошо, еще и подарить потом этой бабушке, тете, жене, еще кому-нибудь. Поэтому внимательно смотрите, ничего не пропускайте, главное досмотрите до конца. Кстати, в данной работе хотел сказать, что лист можно прикрепить и вертикально, и горизонтально. Начинаем все равно с того, как правильно все это дело закомпоновать в вашем листе. А вы писать будете именно на листе, никаких холстов нам сегодня не нужно. Просто лист бумаги любого формата. Поэтому смотрите, в первую очередь, что мы делаем? Наш начинающий художник говорит, что сначала нужно построить. Неправильно, ничего не построить. Сначала нужно закомпоновать. Что значит закомпоновать? Сначала нужно просто уместить все это дело в формате. То есть правильно разместить все эти предметы, правильно, предметы разместить на нашем с вами листе. Как правильно их разместить? Ну, можно разглагольствовать очень долго, я скажу очень кратенько. Что значит правильно разместить? Значит их уравновесить. Первое, что нам с вами нужно сделать, поскольку это не декоративная живопись, которая тоже, кстати, есть на нашем канале, вам нужно закомпоновать все это дело не по центру. Это вот первое. То есть разместить эти предметы так, чтобы они смотрелись не крупно, не слишком крупно, не упирались в край листа Не слишком мелко, чтобы они не были тю-тю-тю-тю и там много пространства вокруг Но вам-то будет совсем просто, потому что вы сейчас будете смотреть, как мы компонуем и повторять прямо за нами Только помните, прежде чем все это дело компоновать, все предметы располагаются где? На столике Правильно, они располагаются на натурном столике, то есть они стоят на горизонтальной плоскости Как показать горизонтальную плоскость? Очень просто Вот теперь внимательно на натурном Это передняя вертикальная плоскость стола Это средний план, горизонтальная плоскость стола И это вертикальная задняя плоскость стола Предметы стоят вот на этой средней горизонтальной плоскости Как правильно ее показать? Элементарно, просто двумя линиями Нужно показать переднюю линию стола и заднюю линию стола И между ними уместить предметы Для начала нужно показать только одну лишь линию, вот эту переднюю линию стола А дальше я вас проинструктирую очень подробно Так, товарищи, давайте я вам сразу буду показывать, чтобы дело пошло быстрее и правильнее Значит, речь шла о передней линии стола Вот где-то примерно в этом месте она должна располагаться Смотрите, чтобы она не была слишком низко, не была слишком высоко, да? Вот где-то в этом месте самое то Давайте, пробуйте Пробую Когда передняя линия стола готова, мы уже имеем право разместить предметы на этой плоскости Теперь очень внимательно Смотрите, у нас стоит три предмета Суть в том, что здесь, в этих предметах, есть один самый маленький предмет Один самый большой предмет И один средний предмет Вот вам обязательно нужно попытаться, попытаться увидеть эти пропорции И показать их такими, какие они тут есть в этом натюрморте Что это значит? Нужно посмотреть внимательно, что яблочко меньше вот этого самого большого предмета И посмотреть, насколько оно меньше этого предмета В данном случае вы за кадром там у нас можете просто сравнить и понять, что яблочко меньше вот этого предмета там на два или на три раза В два или в три раза, да? Ну, примерно Но если вы рисуете с натуры у себя и повторяете натюрморт за нами, поставив свой, то вы просто берете карандаш или кисточку, измеряете на вытянутую руку Проверяете, сколько один предмет укладывается в другом предмете Таким образом вы попадаете в пропорции и таким образом у вас получается похоже Резюмируя скажу, что вы измеряете один предмет в другом, то есть меньший предмет в большем, чтобы понять, насколько один предмет меньше другого Таким образом понимая их реальные и настоящие пропорции Но если вы повторяете за нами, глядя на наш натюрморт, конечно, вам ничего не нужно измерять Вы просто смотрите на то, как рисует наш будущий художник и повторяете за ним Вот сразу это очень распространенная ошибка Смотрите, начали компоновать сразу, во-первых, в край, сразу мельчим, да? Мало того, я вам говорил, что ближе к передней линии стола, яблоко, потом кувшин Потом уже вот та маленькая история, да? Поэтому сначала мы смотрим, где располагается яблоко, потом где располагается этот предмет Понятно? Понятно Значит, что ближе к передней линии стола, что чуть-чуть дальше и что еще чуть-чуть дальше Стараемся не компоновать слишком крупно, то есть не упирать в края, да? Ну и не компоновать слишком мелко Просто набрасываем в целом вот так вот, да? И уж потом будем строить Хорошо А Олег Леонидович, а возможно ли такое, что вот с композиционной точки зрения яблоко может перекрыть кувшин? Хотя я этого и не вижу Если один предмет другой не перекрывает на самом деле, в реале, а вам здесь это нужно композиционно сделать Конечно лгите, конечно же лгите Я так вижу Все правильно Вот вы смотрите на свою работу и видите что-то не так, не похоже Почему не похоже? Вот и у нас здесь не похоже, а почему? Все просто Еще раз внимательно посмотреть, насколько одна часть предмета отличается от другой части предмета Вот я сейчас вижу, что у нашего ученика горлышко слишком маленькое Но не у ученика, а у предмета, который ученик рисует Горлышко коротенькое, ученик не видит, что горлышко гораздо длиннее Но вы просто не смерьте Да хоть пальчиками, лучше, конечно, карандашиком, да? Сколько раз горлышко умещается в теле предмета Посмотрите внимательно, у вас короткое горло Увеличьте его, пожалуйста, уже Будьте внимательны в конце концов Вот сейчас мы сделали набросок То есть, конечно, мы ничего не строили, и, конечно, здесь все криво Но это вполне нормально для этого этапа Сейчас проведем заднюю линию стола для того, чтобы дать понять, что предметы все-таки стоят на плоскости После этого будем строить эти предметы для того, чтобы они были ровные и похожие на себя Заднюю линию стола найти очень просто Помните еще как, нет? Нужно посмотреть на натюрморт И посмотреть, где задняя линия стола пересекает предметы Вы, главное, не зажимайтесь Чувствуйте, что вам должно быть хорошо в процессе Расслабляйтесь, получайте удовольствие, наслаждайтесь процессом Рисовать это уже кайф А как там получается, это уже следующий этап Теперь поехали дальше Вот вы у себя наметили на листе эти предметы Три этих предмета Один большой, один маленький, один средний предмет Теперь вам нужно внимательно посмотреть на одну очень простую вещь Но здесь очень часто люди делают ошибку Посмотрите внимательно Чтобы расстояние от одного предмета до края листа, который есть у вас И расстояние от другого предмета до края листа, опять же, который есть у вас Не были одинаковыми То есть, с одной стороны, все-таки, место должно быть меньше С другой места должно быть чуть больше Внимательно также смотрим на то Что между передним предметом и передней линией стола Тоже есть расстояние И вот это самое яблочко не стоит на краю И также самый задний предмет не упирается в заднюю плоскость Между задним предметом и плоскостью есть пространство, есть расстояние И вот этот самый воздух тоже нужно оставить, посмотрите, чтобы он не упирался в заднюю стенку После того, как вы накидали композицию, то есть сделали такой набросок, уже можно строить предметы для живописи Скажу, что построение предметов для живописи, оно отличается от построения предметов для рисунка Потому что если вы строите предметы для рисунка, вам в первую очередь важна конструкция предмета Вы идеально должны поставить все оси, эллипсы, измерить все пропорции Короче говоря, идеальное построение должно быть под рисунок Поскольку мы будем сегодня писать, мало того, это будет всего лишь второй наш натюрморт по нашей программе Вам не нужно строить идеально Конечно, нужно будет немножечко измерить, нужно будет поставить вертикальные и горизонтальные оси Вы сейчас все это увидите Но правда, не старайтесь очень сильно Главное, не рисуйте по линейке Вырабатывайте умелые движения рукой так, чтобы вам не приходилось проводить прямые линии, используя линейку Вообще выбросите эту линейку, говорят наши преподаватели Когда строите предметы, обращайте внимание на их характер Ну, что значит характер? На характер их формы Вот это не совсем шар Мы видим, что у предмета есть вот эта линия, которая идет по диагонали, да, такой скос Вот нужно внимательно посмотреть, какой это скос Поэтому, если у вас свой натюрморт, то вы прикладываете на вытянутую ручку карандашик к линии, да, и переносите ее к себе на предмет Пока что не строим вторую сторону, потому что нам нужна симметрия Чтобы не падала вертикальная линия, чтобы не падала ни одна вертикальная линия в натюрморте Нам нужно обязательно отмерять ее вот таким вот образом от края листа Ну, только наоборот, да, то есть мы замерили расстояние от края листа и перенесли его сюда И проверили, что вертикальная линия никуда не девается Проводим горизонтальные оси в тех местах, где у нас будут эллипсы, да Что такое эллипсы? Ну, чтобы понять, что такое эллипсы, вам нужно посмотреть на нашем канале видео про построение цилиндра На самом деле, горизонтальные оси проводятся в тех местах, где предмет резко меняет свою форму И, кстати, горизонтальные оси, чтобы не шатались и не падали, тоже отмеряются только уже от горизонтального края листа Сейчас пора эллипсы поставить Рекомендую начать с самого нижнего, хотя можно начинать с любого Рекомендую с нижнего, потому что он будет самый широкий Ибо чем эллипс ниже линии горизонта, тем он шире Чем он ближе к линии горизонта, тем он становится уже Да, поэтому нижний самый широкий, и чем выше, тем уже И быстренько-быстренько старайтесь не медлить, потому что я точно знаю, что чем дольше вы рисуете, тем меньше вам начинает нравиться ваша работа Субтитры сделал DimaTorzok Вот этап построения под живопись закончился, передняя линия стола у нас появилась Смотрите, вот и яблочко, вот и предметы, мы их правильно закомпоновали, мы их немножко построили, совсем чуть-чуть Просто показали, что они ровные, показали, что они немножечко похожи сами на себя Убрали все лишние линии построения, оставив только эллипсы передние, которые мы видим И теперь вполне себе можно начинать писать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok